Всем доброго времени суток, ребята, с вами Полина, игра Бесконечное Лето. В прошлом видео я искала того самого подозрительного нового пионера, с которым вот буквально пару часов назад познакомилась. И в итоге нарвалась на ещё одного нового подозрительного и мне незнакомого пионера, который тоже почему-то вроде как каким-то знакомым мне показался. Все там мне кажутся знакомыми, блин, однако я их даже лиц не могу рассмотреть, что он вообще уже ни в какие ворота. А, в общем, тот, которого я вторым встретила по счёту, будем называть их первый и второй, потому что по-другому просто разобраться, кто ведь кто нереально, ведь ни их имён, ни кличек, ничего такого, я не знаю. В общем, второй меня предупредил не общаться, избегать компании первого, выяснял, что я с первым делал, общалась ли, говорил ли он мне там что-то, что-то и так далее, и так далее. Короче, много чего, одни лишь вопросы, сам при этом мне ничего не рассказывал толком и наверняка бы даже не ответил на мои вопросы и всякое такое. Но этот второй меня так изрядно напугал, поэтому решено было в ночи скрыться с глаз долой, с глаз долой пионеров там, вожатой и всего остального, или всех остальных, правильно сказать будет. И я решилась убежать в лес. Да, кстати, что ещё странно, когда я вернулась в домик, в моём мобильнике кто-то мне оставил послание. Это само по себе, конечно, навевает просто страх и ужас. В общем, ничего не оставалось, кроме как бежать. Но угадайте, что в лесу меня отыскал тот самый первый пионер, которого, по идее, мне нужно избегать. Ну, я всё-таки вернулась в домик к Олиге Дмитриевне, вот сейчас наступил седьмой день. Первый пионер много чего мне понарассказывал, но некоторые вещи всё-таки остались непонятными. Короче говоря, давайте продолжать. Меня эта игра, если честно, вот прям-таки заинтриговала. Почему они не позволили познакомиться мне с этим первым пионером вот в самом начале? Потому что, ну, серьёзно, вот сейчас я хочу в эту игру играть на самом деле. Если тогда, ну, мой интерес, он, ну так, поддерживался, конечно, игрой, но он вот уже почти вот-вот должен был угаснуть, то сейчас пламя моего интереса разгорелось до такой степени, что я даже, блин, не знаю, как вам описать это всё дело. В общем, надо играть, надо узнавать, надо, не знаю, впадать в размышления какие-нибудь и всякое такое. В общем, продолжаем. Яркий солнечный свет бил в глаза через закрытые веки. И, как обычно, в комнате нет никого. Ну, кроме меня. Я лениво потянулся и резким движением встал с кровати. Мне бы эту решимость и прыть, Семёна, блин, я сегодня еле поднялась. Было уже два часа. Ну, я не на двух часов спала, конечно, но всё-таки. Похоже, вчерашний день окончательно меня доконал. И для восстановления организма понадобилось куда больше времени, чем обычно. Ну, так всегда и бывает на самом деле. Вот если спишь, например, по часов пять каждый день в течение, там, ну, не знаю, четырёх, там, трёх дней, то потом просто жизненно необходимо поспать, не знаю, раза в два, наверное, больше. Потому что будешь себя либо убитым чувствовать, либо просто не встанешь в один прекрасный день. Я прошёлся по комнате, обдумывая, чем заняться сегодня. Очевидно, после всего, что сообщил мне тот таинственный пионер, моя жизнь в лагере уже никогда не будет прежней. И если всё так, как он сказал, то времени у меня впереди полно. Какой неожиданный вывод сделал Семён. Ну да, то, что это бесконечное, действительно, это как бы намекает на то, что времени полно. Но я думаю, даже вампиры устают от вечной жизни. И в конце концов, ну, чем заниматься на протяжении очень долгого времени. Вот прям ума не приложу. Я взял пакетик с умывальными принадлежностями и вышел на улицу. Интересно, я встречу кого-нибудь сегодня или нет? Буквально через несколько метров на меня сзади кто-то налетел. Ну надо же, игра просто мгновенно ответила на мой вопрос, я просто в шоке. Я обернулся и увидел Алису, прям как в первый день. Тоже сзади подошла, тоже перепугала. Аккуратнее! Беззлобно, сказала она и побежала дальше. Хм, что-то здесь не так, как-то это подозрительно. Почему это вдруг беззлобно, она сказала, а? Она же мужа и ненавистница, тем более после того, как она увидела меня подглядывающей за ней. Она вообще нужна была желать у меня жизнь сосвету, испепелить взглядом и так далее, и так далее. У нее в руках была какая-то сумка. Но мне не до этого. Вот кран, из которого вода вечно льется и который из себя представляет чуть ли не фонтан, это мое все в данный момент. Что же, очередной обычный день в этом безумном месте. Закончив чистить зубы, я долго лил на лицо ледяную воду, чтобы хоть немного прийти в себя и освежить голову. Кстати, ну хорошо, допустим, я в этом месте буду появляться до бесконечности. Блин, даже получается, что я абсолютно разные варианты могу выбирать, как вести себя там со славяной, с Алисой, с Ульянищей и так далее, и так далее. Ну хорошо, ладно, опустим этот момент. Рано или поздно это же должно все когда-нибудь закончиться. И если я сюда буду попадать до бесконечности, то значит у этого лета, которое я сейчас проживаю, у него же тоже есть какой-то конец. Или как-то получается, я однажды здесь лягу спать, а потом проснусь вновь в автобусе, или что вообще, как это понимать? От этого мое настроение несколько улучшилось. Вот у меня бы ухудшилось на самом деле, не люблю холодную воду. Внезапно неизвестно откуда появилась надежда. Надежда на что? Вряд ли это была надежда на то, что я благополучно выберусь отсюда. Скорее, мне просто не хотелось верить, что все настолько плохо, как рассказывал тот парень. Надо... Ну здрасте, блин, легок на помине. Только я хотела сказать, что надо нам с ним опять встретиться и поговорить. И вот, пожалуйста, вспомнишь солнышко, вот и лучик, да? Доброе утро. Да уж, доброе, как же. Услышала я робкий голос, доносившийся со стороны леса. За деревом кто-то стоял. Что-то я дерево тут не вижу между нами. Чувак, ты видишь его? Ой, хоть и о чем это я. У тебя же тоже пустые глазницы. Доброе. Ты готов? К чему это я готова? А вот и у Семена, наконец, блин, вопрос возник. Хоть какой-то вопрос, блин. К чему? Я присмотрелся и понял, что, судя по всему, это вчерашний пионер с автобусной остановки. С какой такой автобусной остановки? Это же тот, который меня в лесу отыскал. Но сегодня я уже был готов к подобным странностям, поэтому ничуть не удивился и начал разговор совершенно спокойно. Ты ведь не поверил ему? Ты о чем? Все, что он говорил. Хорошо, а какая твоя точка зрения на происходящее? И откуда тебе знать, о чем там он мне говорил? Вот я тоже не понимаю этого. Я ментально отгородился от окружающего мира и решил воспринимать все, что происходит со мной, как художественный фильм, а не как реальную жизнь. Тогда, наверное, появится больше маневра для логического анализа ситуации. Выход есть. Его не может не быть. Ну, он-то может быть и есть, но сам подумай, тебе пока что не удалось его найти, поэтому ты пока не доведен до отчаяния, разве ты не думаешь, что все безнадежно и пора себя убить, нет? Сказал он воодушевленно. Не знаю, но мне тоже хочется в это верить. Если бы ты только... Семен! Что я только? Что я только? Если бы что? Славяна, уйди, у нас тут важный разговор касается жизни и смерти, причем моей жизни или моей смерти, так что пошла в вам, пожалуйста. Просто я обернулся, а передо мной стояла Славяна. Ты с кем это разговариваешь? Сама с собой! С Богом! Да, ни с кем. Так, сам с собой. Как будто за моей спиной никто не стоит, да, и она не может увидеть, что я действительно с кем-то разговариваю. Наверное, не стоит ей рассказывать о пришельцах из параллельных миров. Возможно, она даже не может их видеть. Кстати, да, когда я просматривала свой прошлый ролик, я вот слушала все то, что говорит тот первый незнакомец, и вы знаете, мне пришло в голову, что действительно, как вариант, вот эти вот новые пионеры, с которыми я познакомилась буквально вот на днях, возможно, их действительно никто, кроме меня, больше и видеть не может. Но! Потом, когда я услышала, как первый пионер говорит про голоса, звучавшие в его голове, я вспомнила одну любопытную вещь. Помните, когда я вытаскивала Шурика из шахт? Он же тоже сказал, что он слышал какие-то голоса, и они ему говорили, что делать. И, по-моему, они даже вот его с ума свели, мне так показалось. И получается, что и там голоса, и тут голоса, и как-то это все очень даже подозрительно, и на определенные размышления наводит. Например, что Шурик тоже сюда примерно так же попал, как и я, только он как-то удивительным образом хорошо так влился во все это окружающее, и его теперь даже не отличишь тут. Обычный ли это пионер, или же это какой-то тоже, как и я, попавший, блин, неизвестно откуда сюда. В общем, странно это все. Ты уже собрался? Куда? Куда собрался, блин, о чем ты? Собрался? Опять какой-то поход? Нет же! Сегодня последний день смены! Как это? Чего? Глупая улыбка застыла на моем лице. Как? Всего лишь неделя в пионерском лагере? Но ведь... А как же две недели, или даже месяц? Вечером автобус! Уезжаем! Автобус! Тот самый автобус! Интересно, куда он меня увезет? Попаду ли я обратно в реальный мир, где я тестилий и социофоб? Или же я действительно проснусь опять в автобусе, и все начнется сначала? Ах, вот так даже! Сегодня я был готов к любому самому невероятному порту событий, но... Говорил ли тайственный пионер про это? Кстати, да, он же про выход какой-то говорил. Но какой выход? То есть пока мы либо садимся в автобус, либо едем в нем, есть каких-то пара мгновений, за которые можно успеть выбраться из два мира, или что? Как? Как это понимать? Пожалуй, говорил. То есть, судя по всему, мне придется пойти на второй круг. Прожить еще одну неделю в этом лагере. А может и не одну даже. А что если те, кто вот это вот все с нами делает, они хотят от нас чего-то добиться определенного? Ну, я не знаю, например, чтобы мы все, наоборот, обходились с здешними обитателями мило, по-доброму, хорошо, как там, терпимо, терпеливо, короче говоря, с терпением, чтобы их выходки нас из себя не выводили, чтобы мы там на них не злились, не срывались. И только, может быть, после такого эксперимента они поймут, что мы его, после такого экзамена, даже вот, они поймут, что мы его выдержали на 5 с плюсом, и можно нас отпустить. А что если действительно это для вот таких заблудших душ, как 30-летний Семен, второй шанс, чуть ли там не жизнь с нуля начать, как это было в аниме «Повторная жизнь». А что если вот он здесь сейчас побудет, там вспомнит молодость и так далее, и переосмыслит всю свою жизнь, и начнет там как-нибудь по-другому к людям относиться, и всякое такое? Я не знаю. Я предполагаю. Но теперь я знаю все. Пока не собрался. Да, и вещей-то у меня особо нет. Ладно. Славяна отвела взгляд подозрительно. Кажется, она хотела что-то сказать, но не решалась. Тогда увидимся еще. Ага. Но где, когда... А, в автобусе, наверное. Надо было хотя бы спросить, во сколько отъезд. Вот, кстати, почему... Все адекватные и хорошие мысли приходят потом. Хорошая... Как там правильно говорится? Хорошая мысля пришла после, или как-то так. С намерением узнать это, я направился на площадь. К вожатой, что ли? Там-то точно встречу кого-нибудь из знакомых. Но, как ни странно, на площади меня, как всегда, ждал только Генда. Наверное, все пионеры заняты сборами. Надо идти в вожатую искать, Ани. Я сел на лавочку и уставился на небо. Как будто это поможет. Получается, что сегодня от меня требуется только дождаться отъезда. Отключиться в автобусе и проснуться опять в этом лагере, как и в первый день. Но почему автобусе отключиться? Разве... Разве он будет ехать на бесконечности? Несколько дней, пока Семен не отключится? А что, если все-таки у него есть какой-то конечный пункт назначения, и это отнюсь не этот лагерь? Весь мир был погружен в молчание. Это именно то время летнего дня, когда солнце словно зависло в небе. Птицы и сверчки отправились на послеобеденный отдых. Что-то я по сверчкам и по пению птиц не заметила, чтобы и на отдых отправились. А ветерок копит силой, чтобы вечером подрить людям долбежданную прохладу. Когда и без него уже полно прохлады, ведь солнце-то заходит. Я вспомнил, что не только не обедал, но и не завтракал. Я просто пащусь, или я на голодной диете сушусь, поэтому да. Искать что-либо в слове было глупо. Перед отъездом пионеры точно все почистили. Так ведь же есть ужин. А еще, разве нет? Я почесал затылок и направился к домику Олега Дмитриевны. Если покопаться встрет, то наверняка можно что-то найти. И почему эта мысль пришла мне не в первый день? Когда я уже подходила к дверям, кто-то окликнул меня сзади. Приветик, парни, вот уж кого-кого вас точно не ожидал увидеть. К домику быстро шли Шурик и Электроник. Собрался уже? Собрался. Как будто есть что собирать мне. Перед раздевая его, ответил я. Я еще со вчерашнего вечера, блин, собралась. Ты последние дни какой-то сам не свой. С чего это вдруг? Кстати, вот тот первый подозрительный пионер говорил, что все эти люди, они марионетки. Да, что они вовсе и не люди даже. Мне вот интересно, ну хорошо, допустим, они марионетки, но почему же они так как-то на мое присутствие реагируют, на мои слова? То есть они первыми начинают разговор со мной, нет такого, что они ждут, пока я сама разговор начну, нет такого, что они не общаются как-то там между собой. Короче, они реально ведут себя как нормальные самые люди, настоящие. Разве это не странно? Поэтому я не думаю, что они какие-то не такие там, что это вовсе не люди и так далее. И мне вот еще тоже ревопытно. Тот первый пионер оговорился, что он их пытал даже, я так поняла, вплоть до убийства, да? Но получается, когда он опять все повторял всю эту неделю заново, то те, кого он пытал, оказывались в добром здравии и живыми. И, ну, если так и есть, то это действительно странно как-то. Но хотя, опять же, это не факт вовсе, что эти люди это вовсе не люди, а там марионетки, роботы и так далее. Кстати, вот я тут еще подумала, некоторые же люди, я в том числе, кстати, верят в перерождение души, что там, не знаю, ты можешь быть человеком сначала, потом животным каким-нибудь, там, потом муравьем и так далее, и так далее. И вот я подумала, а что если это все как бы перерождение? То есть, ну, как бы ты человек все время, пионер, но в то же время ты каждый раз все проживаешь действительно, ну, с нуля, заново, как будто до этого ничего не было, а не то, что это вот как-то повторяется и повторяется, что это там продолжение, допустим, предыдущего лета в кавычках и так далее. Ну, если просто второй вариант, который я только что высказала, то действительно, эти люди вовсе никакие не роботы, а они реально люди, потому что они, ну, это вот как в игре, допустим, ты сохраняешься, потом ты ее проходишь-проходишь, допустим, ты убиваешь всех, и при этом ты выходишь потом из игры не сохранившись, ты опять заходишь в игру, начиная все с последнего сохранения, и те люди, которых ты убил, они опять живыми оказываются, может здесь, ну, примерно так же, С чего это вдруг? Не знаю, тебе виднее. Я имею в виду, с чего вдруг интересуешься? А я имею в виду, с чего вдруг ты так подумал, неужели у меня поведение какое-то странное, и тогда начинай перечислять что-то за странности в моем поведении, и такие тебя натолкнули на эти мысли. Да, просто. Настоящий пионер всегда переживает проблемы товарища, как свои. Куда ты шо их смотришь, блин, вдаль? Я скептически посмотрел на него втроемя, как он на меня не бросил даже и взгляда. Спасибо за беспокойство, со мной все в порядке. А так вот грубо распрощалась, и в столе действительно нашлось полбатона черствового хлеба и кусочек копченой колбасы. Я с удовольствием съел все это, запивая тухловатой водой, которую Ольга Дмитриевна держала скорее для поливки растений. Господи. Да, чего только с голоду не сделаешь. И не съешь. Как только закончил, в дверь постучали. Видимо, запах учили, и тоже пришли, блин, полакомиться колбасней. Войдите. Ты? Ну как, почему? Блин, кого угодно ожидала даже того первого подозрительного пионера, но только не Ульянища. В комнату влетела Ульянища. И твали Ульянка не сказала. Ну уж нет, никакая ты не Ульянка, ты самая настоящая Ульянища. А, это всего лишь ты? Это я должна была так сказать? Обиженно сказала она. А кого ожидала увидеть? Цирк с медведями? Семен, так цирк с медведями или с конями? Ульянища хихикнула. А где Ольга Дмитриевна? Не знаю. Я пожал плечами. Почему? Потому что не знаю. А тебе зачем она? Надо перед отъездом кое-чего спросить. Как, например, что, забирать ли все вещи или оставить? Если увижу, скажу, что ты ее искала. А ты чего не собираешься? По мне не видно, что ли? Я собираюсь, блин. Ращу в поисках, блин, еды. А мне и собирать особо нечего. Ладно, бывай. Какие на удивление короткие диалоги у нас выходят со всеми. Кстати, я Лену давно и библиотекаршу, и Мику не видела. Так странно. Она хитро улыбнулась и выскочила из домика, захлопнув за собой дверь. И все же весьма странно, что никто не удивляется внезапному отъезду. Скорее всего, тут действительно только неделю нужно было всем провести. Ну, максимум полторы, насколько я уже поняла. И почему он стал внезапным только для меня? Как будто всех действительно волнует, собрал ли я сумку. К тому же, никто не расстраивается, что сегодня мы увидимся в последний раз, как никто, славяна. Вспомнили слова того парня вчера ночью в лесу про то, что все здешние обитатели не настоящие. Что же, сейчас я готов это поверить куда больше, чем когда-либо. В ящике я стала, откуда появился мой завтрак, лежало множество бытовых мелочей. Кстати, а что там делал батон и колбаса? Вот у меня очень интересно. И почему Ольга Дмитриевна, вся такая ответственная и себя вожатая, хранит уже неделю молоко на столе? Я просто в шоке. И это нижнее белье, разбросанное по кровати. Фу, просто. Я взял карандаш и клочок бумаги, некоторое время просто разглядывал их, а затем и сунул в карман. А мощь пригодится. Ну да, это то, что может пригодиться, именно. Наблюдать сборы пионеров мне совсем не хотелось, поэтому я просто лег на кровать и сам не заметил, как задремал. Удивительно, Семен так быстро засыпает. Я не знаю, мне кажется, никто из людей не смог бы, выспавшись, уснуть снова. Ну, это же странно, зачем организму столько отдыха? Просто незачем. И либо это проблема в Семене, либо это что-то не так с этим миром. Вот интересно. А может, Семен высыпается, чтобы потом несколько дней в автобусе не спать? Троиточие. Погружаюсь в сом, в другую реальность. Разбудил меня чей-то голос. А ты? Ну, ну как ты в домик этот зашел? Напротив спиной ко мне сидел уже знакомый пионер. И все-то они свои лица скрывают. Даже силы природы им помогают. За прошедший день я уже успел несколько привыкнуть к нему и, кажется, даже перестал бояться. Это первый, что ли, тот самый? Слушай, а почему ты всегда прячешь свое лицо? Потому что тебе не стоит его видеть. Но я же вижу. Как скажешь. Не в моем положении было спорить. И что на этот раз поведаешь? Ты уже узнал, что сегодня последний день смены? О да, об этом все говорят. Да. И с тем успел пообщаться? Да. И что он тебе сказал? Да ничего особенного. Сказал, что отсюда есть выход. Представляешь? Пионер расхохотался. Да, я тоже когда-то в это верил. А сейчас? А что такое сейчас? Для меня есть прошлое. Моя жизнь тогда. А расскажи, пожалуйста, про свое прошлое. Мне вот интересно, мы его делим или оно у нас разное? Он надолго замолчал. Кстати, а ты не боишься, что Ольга Дмитриевна сюда заглянет и тебя здесь увидит? Нет? Да, и то это все было так давно, что я уже и не помню. Ну вот, значит он не сможет мне повидать о своем прошлом. В будущем то же самое. Витки, витки, витки. Повторение одной и той же истории. Где оно сейчас? Ну, прости, я пока не настолько заблудился во времени, как ты. Ничего. Дело наживное. Блин, это приободряет, ты знаешь. Спасибо. Он залился дьявольским смехом. Чшш, не смейся. Так громко. Вдруг услышит кто? Я только одного не понимаю. Какой смысл приходить ко мне? Чего ты хочешь добиться? Я? Да ничего. И зачем тогда? Просто ты и он и другие такие же, как мы, единственные настоящие люди здесь. То есть хочется поговорить с кем-нибудь, и это даже не с самим собой, а с теми, которые типа марионетки, с ними общаться не хочется, да? При всем при том, что он мне уже рассказал, я все равно не был готов до конца поверить, что все местные обитатели всего лишь куклы в какой-то дьявольской пьесе. А ты уверен, что прав? Прав в чем? Ну, вообще прав. А я не могу быть правым или неправым. Не я выбрал этот мир. Не я сам себя сюда забросил. Я просто здесь. И ты просто здесь. Слушай, у меня от твоих философств у них уже голова болит. Вот, значит, почему я так часто сплю, да? Я сам удивлялся себе, насколько спокойно разговаривал с этим таинственным пионером. Ведь вот она, фантастика и чертовщина, которые творятся в этом лагере. Вот объяснение, хотя бы частичное, тому, как я попал сюда. То есть он самый. И типа с ним нельзя теперь разговаривать из-за этого? Вот те самые ответы, которые я так долго искал, наконец. Так какой тогда смысл был его слушать? Ну, как же? Наверняка он дельное что-нибудь скажет. Ведь он уже подал пищу для размышлений. О, нет. Ты, скажешь, все сам поймешь. Он читает мои мысли, блин. Ну, класс. Ну, вот и все, чувак. Вот ты и попался, блин. Жесть, такой весь у себя таинственный. Вот так запросто его было поймать. Ну, в дверь постучали, и я пошел открывать. Славяна? На проге стояла Славяна. Ты к Ольге Дмитриевне? Нет. Ко мне, что ли? Входи тогда. А, то есть если к Ольге Дмитриевне, то не входи тогда, пошла вон, да? Я был абсолютно уверен, что пионер уже исчез. Так и оказалось. Как это они так запросто берут и исчезают, а? Ладно еще, когда мне из-за ветра в лицо пакет ударяется. Это я еще могу понять. Тогда запросто может человек исчезнуть. Но как вот так запросто, пока я к нему спиной повернулась? Или когда я его запросто прикрыла на секунду, он берет и исчезает? Я вообще этого не понимаю. Славяна села на кровати, я встала в дальнем от нее углу комнаты, прислонившись к шкафу. Она заметно нервничала. Что-то случилось? Нет, просто сегодня же последний день. Ну вот, Семен, а ты говоришь, что никто не волнуется из-за того, что последний день и так далее, и так далее. Да, я уже в курсе. Лучше поздно, чем никогда. Ну, я думала. В смысле, мы же больше не увидимся, наверное. Мир тесен, как говорится. Может быть, ты мне свой адрес оставишь, куда писать? Серьезно, что ли? Вот так запросто? Ну ты... Клевая. Ну, блин, ну я даже не знаю. Но если сама в руки идет, да ищи моя любимица, ну тогда можно, думаю, и оставить адрес. Почему бы и нет? Да я бы с радостью, если бы сам его знал. Понимаешь? Давай лучше ты мне свой. А я тебе обязательно напишу приезду. А почему ты не хочешь? Ну, потому что, блин, я не знаю, меня жизнь туда-сюда мотает. Почти по съемным квартирам, блин, ныкаюсь, поэтому да. И чем плохо, если ты оставишь свой адрес? Мы же все равно спишемся. Ну, конечно, никаких гарантий у нее тогда не будет. Ведь я могу запросто ускользнуть из-за ее рук. Но все-таки. Ну, мы просто переезжать совсем скоро собирались. Поэтому мало ли что. Ничего себе! Да он врет просто как дышит, жесть! Лучше я тебе писать буду. Я постарался натянуть как можно более милую улыбку, чтобы мое вранье показалось правдоподобнее. А, хорошо, понятно. Тогда ладно. Славяна встала и собралась уходить. Минутку, а адрес? Подожди, адрес? Давай потом. Что за нафиг? То есть сама мне свой адрес оставить не хочет, а я ее оставляю, значит? А вдруг у нее отец, не знаю, каннибал какой-нибудь. И она должна ему новых жертв приводить, например. А тут получается, что я с урочки-то и сорвалась. Жесть! На ее лице застыло выражение грусти и разочарования. Так а чем плохо свой адрес-то оставить? Если он настоящий пионер, то просто возьми с него слово, пусть пообещает, что напишет, и все. Ну хотя вот так вот запросто к парню подкатывать, ну я, блин, даже не знаю. Ну нехорошо это, нехорошо. Я закрыл за ней дверь, и тут же услышал сзади ехидный голос пионера. Что? Так он все это время был здесь? Как же он, не бедимка это умудился остаться? Для славяны. Ну что, доволен? Обидел девочку. Чем я ее обидел? Что мне надо было сказать? Пиши, дорогая, на деревне дедушке? Или оставить адрес дома, который, может быть, еще не построили? Да, я что? Я ничего. Это твой мир, а не мой. В своем уж я как-нибудь разберусь. Блин, как это он так четко перебрался из своего в мой мир? А если я переберусь в его мир, то там будут все те же действующие лица, что ли? Последняя фраза прозвучала так, что меня аж передернуло. Да, уж разберется он, знаем мы, как он разбирается. Ломая, блин, кости другим, пытая их. Знаешь что? Ну вот, нас все прерывают и прерывают, блин. А может, славяна адрес свой принесла? Блин, а ведь нужно было достать из кармана бумажку и карандаш и сказать ей «Пиши, пиши сейчас, иначе из домика не выйдешь». А я не успела закончить фразу, в двери опять постучали. «Войдите!» «Опять ты, блин, достала!» В домик вбежала ульянища. «Зачем пожаловали, миледи?» «Я излишне наигранно поклонился». «Ну так на то и расчет же был». «Я? Да я просто...» «У нее как-то опасливо забегали глаза, щеки покраснели. Видимо, хочет спереть у Ольги Дмитриевны конфеты. Да вот, незадачка-то просчиталась в планах. Я в домике оказалась. Просто хотела попрощаться. Но мы же еще в одном автобусе поедем, там попрощаемся. Да и потом, ты меня постоянно доканывала, даже обижалась на меня, кажется. У нас были такие напряженные отношения, и ты хочешь попрощаться, как будто мы, блин, подружиться здесь успели. Ты шутишь?» «Так еще время будет. В конце концов, на одном автобусе же поедем». «Да, это-то так. Но при всех оно как-то неудобно». «Да норм, блин, ты же без комплексов». Насколько я уже успела понять. «Неужели ты можешь чего-то стесняться?» И я рассмеялся. «Ну...» Она надулась. «Просто хотела сказать, что ты на самом деле не такой уж и тормоз. Даже почти что прикольный чувак». Ее слова меня удивили. «Ну, спасибо. Ты тоже ничего». «Ну и все». «Да. Адьос, амиго». Она выбежала, громко хлопнув дверью. «Что? Не ожидал от нее такого? А ты теперь, значит, все комментировать будешь, да? А тут только есть один комментатор. Это я. И может он быть только один. Так что пошел вон, чувак». «А ты?» «Я тут ни при чем. Говорил же». «Просто, похоже, ты знал, что она скажет». «Может, и знал. А может, и нет». «Ну, если ты через все это прошел, причем точь-в-точь, через то же, через что я, то ты реально знал». «Ты сейчас сюда пришел издеваться надо мной?» «Я начал выходить из себя». «Такая мысль мне в голову приходила». «Да, какой он забавный, конечно». «Так какого черта тебе здесь понадобилось?» «Если мне будет нужен человек, комментирующий все мои действия». «У тебя он, Семен, уже и есть, блин. Это ты и я. Даже два человека. И я наймусь у профессионального психотерапевта». «Думаешь, и за все время здесь я еще им не стал?» «Черт, а ему палец в рот не клади, блин». «По-моему, за все время здесь тебя кончать или на крыше отъехало». «Все психологи немного того». «Да, но не все психи-психологи». «Он громко расхохотался. Кажется, я тоже его забавляю, как он меня». «Чувство юмора. Одобряю». «Правда, шутки у тебя неудачные». «Над кем смеешься? Над собой смеешься?» «А вот критику ты точно не любишь». «Ну, блин, сам напросился. Не люблю других критиковать, но...» «Он прям в лес на рожон». «Слушай, если тебе нечего делать в своем мире, иди пообщайся с тобой». «Стем, вторым». «А тебе есть что делать в своем». «Резко парировал пионер». «Знаешь, я найду. Вещи соберу. Из лагеря уеду». «И что дальше? Что дальше?» «Не знаю я, что дальше». «В такие ситуации я еще не попадал. Веришь, нет?» «Только ты забыл, что из лагеря у тебя уехать не получится». «Да, тут он был прав». «О, Бермудский треугольник, этот лагерь!» «Вот что мне это напомнило». «Я просто в шоке. Прям какая-то ловушка, из которой не выбраться». «Наверное». «Если получилось у тебя, не значит, что не получится и у меня». Блин, если он может мои мысли читать, то он уже понял. Да даже без этого наверняка можно догадаться, что я теперь вся в сомнениях, что меня там страх терзает и так далее, и так далее. Так что вот так вот утверждать ему, что типа он меня там не проймет, и что я выберусь и всякое такое, это, ну, глупо даже. «Хозяин-барин». «Господи, да кто там?» «Так, давайте-ка это ставим до следующего раза». «Потому что, я так понимаю, ко мне сейчас будут девочки захаживать и захаживать, чтобы попрощаться со мной, ну, хотя не факт, конечно. А этот чувак будет действительно находиться все это время в домике, оставаясь для них невидимым и комментировать мои действия». Мне это, наверное, не очень по духу, потому что, когда я, ну, предполагается, что одна в домике и должна одна один на один пообщаться с тем, кто пришел ко мне, там, со Славяной, с Илья, еще и с еще кем-нибудь, то совсем не круто, если кто-то еще нас подслушивает, поэтому да. Ладно, ребята, все, всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, если это видео вам понравилось, если нет, то большие пальцы вниз. Всем всего хорошего и пока! Субтитры сделал DimaTorzok